Что же, я приветствую всех братья, дорогие друзья, уважаемые подписчики на моем канале. Но перед началом данного ролика, братья, дайте пожалуйста поддержку. Кто не подписан, подписывайтесь. Контент вроде годный. Ну а мы начинаем, братья. Гилберт Бернс против Стивена Томпсона. Ну и что, давайте начнем со статистики. Я думаю, в этом поединке какую-то роль она и будет играть. Гилберт Бернс 23 боя, 19 побед. И из них 6 нокаутом, 8 с Абмом, 5 решений. При 4 поражениях, 2 нокаутом, 2 решения. Кому он последним проиграл? Проиграл Камар Усмана, проиграл он ему, можно сказать, нокаутом. Перед этим встречался с Старином Вудли, где деклассировал старика Вудли на спаде. И перед этим с Демианом Майи, где также финишировал вроде, казалось бы, непробиваемого Майю. Является ли Бернс таким универсальным бойцом? Ну безусловно он им является. Он и в жительских навыках хорош, он и в ударной технике есть нокаутирующий панч. Стивен Томпсон, настоящий ветеран, 20 боев, 16 побед, 7 нокаутом, 8 решений, 1 с Абмом. 4 поражения, 1 нокаутом, 3 решения. Из-за позиции вообще, такой более-менее последний, Джоффри Нилл, где все мне говорили в один голос, а ты что, какой там Томпсон, Джоффри Нилл его просто снесет, деклассирует, переедет. А я говорю, нет, старик Томпсон заберет решением судей. Висенте Луки прошел. Даррен Тилл, Даррену Тиллу проиграл он решением судей, да? Даррену Тиллу проиграл. Тайрон Вудли, по-моему, поражение и ничья была у них с Тайроном Вудли. Томпсон, конечно же, больше преимущественно ударник, нежели там разносторонний боец, как Бернс. Но я скажу то, что как бы там ни было, мне держак Стивена Томпсона нравится больше, да? Как он держит удары, попадания жесткие. Хотя этому самому, кому? Энтони Петтису, на удивление, проиграл также досрочно. Друзья, этот поединок вообще, если в плане ставок, здесь железо вам не может не выискать. Ну, никто вам его не выищет. Я говорю сразу, да? Это просто для разбора больше. И вообще, лично я бы такой, что обошел бы данное противостояние стороной. Тут какие два варианта мне видится? Ну, смотрите, вообще. Либо Гилберн Бернс нокаутирует, или... Ну, скорее всего, только нокаутирует Стивена Томпсона, да? Пойдет вперед. Либо Стивен Томпсон перестреляет Бернса и заберет решением, если сможете защищаться от его проходов, да? То есть, там, не будет контролировать его Бернс. Это для ставок очень опаснейшее. Просто опаснейшее противостояние. Опаснее, нежели там тот же Дастин Парье и Коннор, да? Вот. Но если уже и говорить, что можно сказать о данном поединке, мое мнение такое. Третий раунд начнется, да. Почему начнется? Ну, с больше, немножко, немножко больше доли вероятности, потому что, наверное, Стивен Томпсон, ну, нельзя его назвать пробитым бойцом, да и Бернс неплохо удары, в принципе, в целом-то держит, да? И вторая ставка. Ну, все же, склонюсь я к старику Томпсону. Но, опять-таки, мое мнение может быть ошибочным. И Бернс может выйти и за первые два снести Томпсона. Я же говорю, этот поединок не для ставок. Говорю сразу, братья, чтобы не было потом никаких ко мне претензий. Лично я, скорее всего, обойду его стороной. Скорее всего. Может, какой-то риск, при риске я заберу Томпсона решением судей. Кстати, это моя последняя ставка. Томпсон решением судей. Коэффициент 2,8. Коэффициент довольно приятный. Но там кто его знает, братья? Это всего лишь мое мнение на данное противостояние. Немножко с большим я отдаю старику Томпсону. То, что может переграть Гилберта по очкам. Да, Гилберт от кого упадал? Дэн Хукер и Комар Лусин, собственно говоря. Томпсон падал только от Петтиса. Хотя, на удивление, упал от Петтиса тоже странно. Ну, в общем, друзья, поединок этот не для ставок. Но я больше склоняюсь к старику Стивину Томпсону. Почему-то немножко больше к нему у меня симпатии. Ну, не то чтобы симпатии, вот какая-то чуечка небольшая. Можно так ее назвать, да? Вот. Но поединок не для ставок. Что ж, братья, у меня такое мнение по данному противостоянию. Вы делитесь своим мнением. Может, увидите, что Бердс первого вообще снесет. Кто его знает, да? Но у меня вот такие мысли, вот такие ставки. Ну, что ж, у меня на этом все. До новых прогнозов, братья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok